Азербайджан Незаконное задержание гражданина Арцаха, находящегося под защитой международного гуманитарного права и мандата МККК, является вопиющим нарушением международного гуманитарного права. Незаконное задержание гражданина Арцаха и положить конец преступления против человечности. Азербайджан против граждан Арцаха. Настаиваем, чтобы вопрос, продолжающийся уже почти 8 месяцев незаконной блокады, осуществляемой в рамках государственной политики Азербайджана по уничтожению народа Арцаха как такового, был незамедлительно рассмотрен на заседании Совета безопасности ООН. Обращаемся к Международному комитету Красного Креста как к единственной международной организации, присутствующей на месте и наделенной соответствующим международным мандатом, с настоятельным призывом выразить свою публичную позицию и представить международному сообществу и в первую очередь странам-членам Совета безопасности ООН подробную фактическую и юридическую информацию относительно ситуации в Арцахе и действий Азербайджана. В связи с похищением жителя Арцаха выступило также Министерство иностранных дел Армении. Подобное поведение Азербайджана является вопиющим нарушением международного гуманитарного права. Похищение лица, находящегося под защитой Международного гуманитарного права и Международного комитета Красного Креста, невозможно оценить иначе, как военное преступление. Считаем неприемлемым и предосудительным преступную операцию Азербайджана, а также продолжающуюся блокаду Лачинского коридора. Мы ожидаем единых и четких шагов международного сообщества, в том числе применения имеющегося инструментария с целью его восстановления беспрепятственного движения по Лачинскому коридору, обеспечения деятельности международных гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе и обеспечения гуманитарного доступа в Нагорный Карабах. В частности, говорится в заявлении. Поселки под названием Лесной геноцида не было. 23 декабря 1991 года силы самообороны Арцаха предоставили азербайджанскому населению гуманитарный коридор. Об этом свидетельствуют жители Патары. И это в случае, когда азербайджанское население Лесного всячески провоцировало конфликты. Жители села Лесной впоследствии Мишали помнят зверства, совершенные азербайджанцами. Они находились в нескольких километрах от Патары. В 1989 году жители села Рубена Исраиляна, возвращавшегося из леса, сначала убили из-за кнестрельного оружия, затем нанесли ряд ножевых ударов. Еще в 70-х они похищали армян, наносили увечья, воровали скот. Очередной жертвой стал и Валерий Аванесян, которого нашли раненого в лесу. Были также случаи поджога людей. 29 июля президент Республики Арцаха Райка Рутюнян направил письмо ведущему специалисту в области международного права, бывшему главному прокурору Международного уголовного суда, преподавателю Гарвардского и Ельского университетов Луис Марена Акампа, в котором содержится просьба предоставить экспертное мнение о том, считается ли усугубляющаяся блокада Арцаха преступлением геноцида. Акампа направил президенту ответное письмо, в котором, в частности, написал. Для меня будет честью проанализировать проблему и представить вам свое заключение. Я подготовлю заключительный отчет, анализируя факты и закон. Моя оценка будет непредвятой и на принципах пробону. Чтобы сделать заключение о совершении геноцида, я должен проанализировать намерения руководства Азербайджана, которые можно вывести на основании фактов. В целях защиты своей точности и беспристрастности я напишу президенту Азербайджана, предоставив ему возможность напрямую разъяснить свою позицию. Учитывая остроту проблемы, в том числе риск голодной смерти для 120 тысяч армян, я планирую опубликовать свой отчет через семь дней. Просьба сообщать обо всех новых обстоятельствах, которые могут повлиять на ситуацию для анализа. С уважением, Луис Марейна Акампо. Служба национальной безопасности Республики Арцах предупредила об очередной информационной атаке на население Арцаха, начатой в последние дни спецслужбами Азербайджана. Отмечается, что публикациями на армянском языке делается попытка оказать психологическое давление на население и сеять панику лживыми тезисами и обещаниями относительно гражданства высокой зарплаты защиты прав. В другой публикации азербайджанские пользователи поделились списком жителей Арцаха, якобы участвовавших в войне, сложными обвинениями. Служба национальной безопасности Арцаха призывает не реагировать на подобные записи, не публиковать личные данные граждан Арцаха, не поддаваться ложным новостям, сохранять бдительность и следить за официальными новостями. Если вы столкнулись с подозрительными публикациями, немедленно обращайтесь в службу национальной безопасности или звоните по телефонам горячей линии 047-94-4126 и 4126, говорится в сообщении. В Братиславе 1 августа при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Евросоюза должна была состояться встреча представителей Арцаха и Азербайджана. Однако Баку отказался от встречи без объяснений, сообщил глава антикризисного совета при президенте Арцаха Тиграм Петросян. По его словам, подобную встречу Баку неоднократно предлагал провести либо в Явлахе, либо в Баку. Однако диалога там быть не может, поскольку мы прекрасно понимаем, о чем там будет идти речь, подчеркнул Петросян. С 24 по 28 июля включительно фондом гуманитарный центр разминирования в Аскеранском районе обнаружено 83 015 и обезврежено 36 805 единиц различных типов снарядов и боеприпасов. Это все главные новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. До свидания.